Глава шестнадцатая О терпимости к чужим недостаткам Что человек не в силах бывает исправить в себе или в других, тот должен переносить терпеливо, доколе Бог иначе не устроит. Подумай, что так может быть лучше для твоего испытания и терпения, без которого нечего много взвешивать заслуги наши. Но должен ты в таких затруднениях молиться, чтобы благоволил Бог прийти к тебе в помощь, да возможешь в кротости понести. Если кто раз или два, быв обличен, не послушает, не спорь с ним, но предай все Богу, да будет воля Его и слава во всех рабах Его. Силен Бог и злое превратить в доброе. Учись в терпении переносить чужие недостатки и слабости, какие бы ни были, ибо и у тебя есть много такого, что другие переносить должны. Мы желаем, чтобы другие были совершенны, а своих недостатков не исправляем. Желаем, чтобы другие были строго обличены, а сами не хотим, чтобы нас обличали. Не нравится нам широкая вольность в других, а сами не хотим, чтобы отказывали нам в том, чего хочется. Желаем, чтобы других стесняли правилами, а сами никак не позволяем, чтобы нас к чему строго принуждали. Явно отсюда, как редко мы умеем судить о ближнем тем же судом, каким об себе судим. Когда бы все были совершенны, как бы тогда возможно было нам терпеть от людей ради Бога? Ну вот, Бог так устроил, чтобы учились мы друг друга тяготы носить и. Послание к Галатам, глава шестая, стих второй. Ибо никто без порока, никто без бремени, никто сам в себе недоволен, никому своего одного разума недостаточно, но приходится друг друга сносить, друг друга утешать, друг другу помогать и увещевать друг друга. А сколько у кого есть силы, яснее откроется в случае несчастья. Случаи не делают человека слабым, но показывают, каков он есть.